Е-гейминг-бетс. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай, экспресс-сценаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и банды команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГБ КОМ. Ты точно знаешь, кто победит. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас в студии StarLadder. И мы продолжаем смотреть за квалификациями. X-Star серии третий сезон. И у нас нежданно-негаданно появился новый матч, который, я думаю, заинтересует всех зрителей. Для вас в эфире работает Инверна, работает друг. И расскажи-ка, пожалуйста, нам, Мария, что это за матч и почему мы его все-таки смотрим. Дело в том, что сегодня команда Virtus.pro скоропостижно отказалась от участия в нашем турнире. Это было вызвано рядом причин. Не очень им понравились их выступления на последних турнирах. Был очень жесткий график. Патч, как ни крути, новый. Мета новая. И они решили, что тренировки будут поважнее на этом этапе, чем, собственно, турниры и официальные матчи. И поэтому мы собрали те команды, которые буквально в шаге от StarSeries остановились на квалификациях. И они будут воевать за заветный слот. Это Friends, как мы уже озвучили, и Vega Squadron. Да, да. Команда, безусловно, интересная СНГ зрителям. Все-таки это коллективы из наших краев. И, безусловно, за противостоянием этих двух команд интересно смотреть. Vega Squadron очень драматично не попала в свое время в закрытую квалификацию StarSeries, проиграв команде из Дании, а не же Cloud9. Там супердраматичная развязка была, размены тронами, три полные карты. Все, короче говоря, было красиво. Vega, конечно, заслужили быть в закрытых квалификациях, ровно как и команда Friends. Поэтому мы здесь видим именно эти два состава. Да, примечательно то, что, как ты уже отметил, то, что обе команды СНГшные. Мало того, что Европа как регион, он всегда нам близок, он всегда нам родной, всегда есть какие-то фавориты у наших соотечественников в этом регионе. Но вот когда дело касается СНГ команд, тут вообще даже говорить не приходится о том, какой ажиотаж вызывают их матчи. Так что, знаешь, в какой-то степени нам повезло. Спасибо Virtus.pro за это. Да, спасибо большое. Сегодня мы посмотрим на эту игру. С одной стороны. С другой стороны, не посмотрим за Virtus.pro в закрытых квалификациях. Тоже, конечно, досадно немножко. Все-таки много шумнихи вокруг этого коллектива было. Много пророчили на Boston Major. По идее, должны были на Dota Pit. Места повыше занимать. Вот Virtus.pro не все так гладко. Иначе, наверное, ребята бы сильно не упоролись по тренировкам. Не ударились бы именно в подготовку к Kyiv Major. Который, конечно же, для всех команд является приоритетным. Ну что, давай, наверное, перейдем к данной матчу, к данной карте, к пикам, банам. Ты понимаешь, да, по пикам, банам? Ну что вообще? Да, конечно. Я немножко понимаю. Я знаю то, что сначала героев блокируют, потом берут, потом блокируют, потом берут. И, собственно, все. Их берут трижды и блокируют дважды. Нет, трижды тоже блокируют. Вот сейчас Алексей Бафадаров. Алексей Бафадаров заходил сейчас к нам в студию, показывал нам неприличные жесты. И я думаю, он очень рад тому, что Лондруид наконец-то раскрыл свой потенциал. Наконец-то стал востребованным на профессиональной сцене и улетает просто первым баном от команды Фрэнс. Да, год хорошо исполнял... Маг, точнее, да, хорошо исполнял на этом героем. Отправлялся в соло-линию. По-моему, легкую, если не ошибаюсь, на третьей карте давали этому игроку Вегас Квадрон на Лондруиде. И в целом до поры до времени смотрелся Лондруид. Конечно, ряд ошибок, ряд крутейших действий от команды Клауд Найн. Все-таки состав нереально стабилен, и этим может похвастаться, я думаю, даже фору может дать любой команде, которая уже тысячу лет играет. Да, уровень где-то проседает у исполнителей. Да, конечно же, там имена не такие громкие, но то, что Клауд Найн, они же Дениш Бирс, они же... Империал бывшие, да. Империал, да-да-да. Играют весьма стабильную такую доту, редко ошибаются, в этом им не отказать. Ну и Вегас Квадрон, четвертый пик для них. Забрали пару духов, земляной и огненный. И дополнили этот Дазлом, кстати. Получается то, что два СААПа уже забрали Вега, им остается добрать два кор-героя, один из них Темплар Ассасин. Да, Темплар Ассасин в центральную линию для года. Достаточно неплохо стоит, удачно Темплар Ассасин против Шадоу Финда, поэтому тут пик в целом понятен. И, я так понимаю, Мерспирит отправится в легкую линию. Да, опять же, знаешь, это могло создать какую-то иллюзию, могло запутать Фрэнс, потому что Эмберспирит все-таки чаще у нас прогуливается по среднему коридору. Да, все верно. А Темплар уже как-то так негласный контр-пик Шадоу Финду, она удобно стоит против этого персонажа. Темплар Ассасин благодаря рефракшену такой раздолье своеобразной центральной линии. И обрати внимание, что уже вырисовывается какая-никакая синергия между героями Веги, Эмберспирит, Дазл, Темплар Ассасин. Много минус армора, много физического урона сверху ложится на этот минус армор. Да, да. И тут уже более-менее все понятно. У Фрэнс такой прям, такой взаимосвязи не последить, зато есть хорошая взаимосвязь в тимфайте. Сразу видно то, что в самых ранних стадиях игры им есть чем сражаться, есть чем выигрывать и локальные стычки. И по-хорошему 5 на 5 замесы, если все свои скиллы и Дезераптор даст грамотно, и СФ туда раскастуется. Да, пока драка действительно выглядит у одной и другой команды достаточно уверенно. Тут по лайнингу все равно мне Вега Сквадрон немного больше импонирует. Но просто потому, что Фрэнс еще коров своих не показали. Андайен, Дезераптор. По миду понятно, что Темпларка некое преимущество имеет. Но, 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 все очень ситуативно, смотря какие будут саппорты, смотря, точнее, как активно будут саппорты помогать мидерам своим. Бэтрайдер для Фрэнс, герой на сложную линию появляется. Ну что, в принципе, очень хорошая инициация, потому что, обрати внимание, что до этого у них инициаторы-то и не было. Если ты кого-то там не закроешь или не вернешь через Дезераптора, то тебе драку начинать нечем. Что, я думаю, будет бан Лайфстиллера, очевидно, последует от команды Вега Сквадрон. Вроде Бэтрайдер с Лайфстиллером, неплохая инфест-бомба. Там плюс Лайфстиллер не особо уязвим к земляному духу. Безусловно, где-то чего-то можно избежать. Да и в целом герой достаточно популярен метов. И, обратив внимание, кстати, популярен и метов. Кто вообще мог подумать, что слово метовый можно сделать короткую форму? Вот знаешь, никто не мог, но мета в языке меняется точно так же, как и в доте. И теперь мы просто коверкаем его, как только бог на нашу положит. Да, получилось так. Ни Лайфстиллера, ни Луну не вспомнили за первые 8 персонажей, даже 16 персонажей, которым уделили внимание оба коллектива. Джаггернаута. Ты знаешь, я больше почему-то думаю о том, что Мипа никто не вспомнил. Сейчас реально Мипа стал таким героем, на котором только ленивый не играет. С кем-то, может, в эфире обсуждали эту тему, что раньше Мипа это был герой, которого брали только тем игрокам, для которых он является сигнатурным. Сейчас мета вот таким образом легла, можно сказать, что действительно все должны адаптироваться, всем приходится этого Мипа изучать. Того же года мы видели на Мипа, который раньше на нем, в принципе, не исполнял. А тут вот все, никакого Мипа, никакого праздника. Да, Легион Командор в бан от Вегас Куадрон, ну и Джаггернаута забанили. И, соответственно, не знаю, у меня на Лайфстиллера большие виды, я не уверен, что Фрэнс его возьмут, но, по-моему, неплохо он здесь заходит. Так особо и кайтить не видно, чем можно это сделать. И до Темплар Ассасин можно добираться благодаря Бэтрайдеру. Эмбер Спирита ловить за время действия Лассо Эмбер Спирита. Я думаю, что Лайфстиллер точно его сгрызет, потому как сам Эмберг к физическому урону уязвим. Плюс Шадоу Финт с понижением брони, конечно, могло бы это все быть. Ну, посмотрим, пока да. Видишь, они призадумались изрядно над своим последним пиком. Я думаю, если бы изначально была задумка брать инфестбомбу и забирать лайфстиллера здесь, они бы это уже сделали. А вот Фрэнс реально думают. Видимо, есть какой-то у них выбор, есть какая-то альтернатива. Луна. Это Луна, да. Ну, в принципе, ты упоминал, что вот не вспомнили там ни того, ни другого. Ну да, да. В том числе Луну, которая, что сказать, хороша, реально хороша. Изначально ее рассматривали как эффективную связку к Шадоу Демону. Но это герой, который доказал то, что он хороший сам по себе, что это просто классный, эффективный керри, который себя чувствует комфортно. И в трепле, и в агрессивной, кстати, трепле мы неоднократно ее наблюдали. Да, по Старсерии они соперничают, кстати, Луна и Лайфстиллер постоянно там 1-2 процента. То один по винрейту обгоняет, то эта подруга его догоняет. Вот, постоянно у них идет конкуренция. То есть это топ-2 героя по пикам и по винрейту, соответственно, достаточно часто используются. Ну что, последний пик от Вегас Квадром. Теперь они уже, знаешь, призадумались. Идет дополнительное время. Ну, харды не хватает какой-то неплохой, я даже не знаю, какой-то инициации особо не видно. Я думаю, да, что тоже нужен какой-то инициатор здесь. Огнинайт. Это умник в сложную для Вегас Квадром, насколько я понимаю. Интересно, весьма. Ну, получается, что так. Templar Assassin, очевидно, будет центральную, Embers легкую линию, да, и умнику стоять в сложную линию. Ну что сказать, интересный расклад. Очень много отхилы можем видеть у Веги в этом драфте. И вот там показывают статистику Омнинайта. Герой не то, чтобы самый популярный, но и не то, чтобы совсем уж и уцайдер. 14 матчей было сыграно на Star Series уже с помощью него. И винрейт 50 на 50. Да, неплохие показатели, действительно. Ну, опять же, умнинайт еще тут с репелом достаточно полезен этот раз. Во-вторых, Guardian Angel, который вот от урона Луны, от Shadow Finda, тут опять же под пониженным армором, благодаря пассивке Shadow Finda, много физического урона будет залетать в команду Вегас Квадрон. Так что, ну, некая логика в этом прослеживается. Ну, немножко, конечно, удивительно. Вегас Квадрон лично для меня на пик, или, может, я уже просто по уши погряз в всей регионе, которая у нас ежедневно проходит. Мы просто по уши погрязли в наших собственных CM-ах, где люди руководствуются другой логикой во время драфта. Это верно, но у нас тоже неплохие пики, неплохие баны. Все очень неплохо у нас смотрится. Небольшая пауза на старте, ну, так обычно и бывает. CM-мод не дает вот этого времени на подготовку, на стратегию. Поэтому надо пользоваться тем, что тебе дает. Моментально обе команды прижимают смок, и Санейка делает уже телепорт в мид. Очевидно, будет там размещать вижен. А вот смотри, науфир, наоборот, телепортировался на нижнюю линию. Он не банит спот или банит ну-ка альт. Нет, все-таки банит спот. Прямо миллиметр в миллиметр, да? Да, банит, банит, банит. И что тут дальше? Да что-то больше и все. Вот два таких смелых вардера. Ну да, Санейка прошелся. Немножко поставил обсерфвард, банит спот в верхней части карты. Но пока кучкуются, пока не хотят нападать друг на друга. Ну, защищают свою руну. Фрэнс. Есть, я думаю, даже вариант выбраться во вражеский лес. Все-таки вижен есть. На случай чего, если какие-то подходы там минимальные, можно будет заметить в команде Фрэнс. Может, даже пойдут и агрессивно действовать в лесу Вега-сквадрон. Ты знаешь, меня удивляет то, что Бигнум на первом уровне вкачал Кенетик Филд. То есть это не самый такой банальный выбор. Дезераптор, в принципе, такой герой, которому, знаешь, до последнего не хочется ничего качать. Потому что никогда не знаешь, как она жизнь повернется. Нужно тебе будет кого-то вернуть, сбить телепорт, или, может быть, наоборот, нанести урон нюкам. А он здесь так уверенно прямо вкачал третий скилл. Так что, да, будут воевать, очевидно. Да, будут. Времени хватает на то, чтобы убежать до роны. Роны, ну и детяра уже должны отсюда отходить. Конечно, вдвоем никак здесь с этой тройкой героев команды Фрэнс не посоперничать. Ну и в итоге три руны забирает себе команда Фрэнс. Санейка не забрал ли? А нет, смотри, Санейка забрал, да. Забрал. Перекликал Афтерлайфа. Нормально. Стояли, стояли. Ну да, скиллапалмом пополивал, конечно, уже сперри там Бэтрайдер, но без руны остался. Неприятно. В соло оставляют Афтерлайфа на верхней линии. И не триплу, а в данном случае даблу отправили в сложную Фрэнс. Ну видишь, тут получается, как старые добрые, расстановка 2-2-1, только вот вторая даблана в миде стоит. Они на сайд-линии. Да, да. И здесь уже начинают тычковаться между собой герои. Правда, пока не вижу сценарий, по которому кто-то кого-то убивает. Ноуфер неплохо разминает. У Спирита, кстати, не самый плотный герой, благодаря Дикею. Ноуфер и Году много неприятностей доставляет. Вообще, у Темплар Ассасин максимальное количество здоровья сейчас 400. Дикея, конечно, долго откатывается у Ноуфера, это понятно, но все равно Году не очень приятно. Ну да, обрати внимание, тоже вот Год, он все-таки Блэйды взял на первом уровне, не рефракцию. Не ожидал, возможно, такого давления. Не ожидал того, что сразу дабла какая-то придет к нему. И его уже разводят на фласку. Да, уже неприятно. Если здесь есть Андайинг, который, в принципе, сам подставляется, но не подставляет Йоку, то Году самому лицу приходится встречать Ноуфера. Ну как же агрессивно играет Ноуфер? У него просто 1000 хп, знаешь, на первом уровне, практически 1000. Вот только что Дикея начали спадать. Так что может себе позволить такую агрессию. Андайинг, кстати, если раньше он воспринимался как такой, знаешь, герой, который хорошо стоит на трепле, допустим. Вот приходит агрессивная трепла, и Андайинг просто раздает на ней. Но сейчас он демонстрирует навыки такого крутого зонящего сапа, который неоднократно я вижу, как Андайинг приходит именно в мид и зонит вражеского мидера. Да, такое нечасто мы видим, нечасто видели раньше. Мага поймали внизу, Кенетик Филд поставили, Алоходенс разминает мага, ну и есть все шансы забрать. Глинз назад, маг бросает от себя репел, но Алоходенс ручками добирает соло-линию в Вега, Сквадрон, и это первая кровь. Достаточно все просто. Ноуфер пошел за Санейка, Санейка решил за руну посражаться, но маны у Андайинга нет, и Санейка может спокойно делать телепорт отсюда. Убить его не получится. Нагло действует Санейка, во-первых, Бэтрайдер, во-вторых, сейчас в дураках оставил Андайинга. Ну да, видишь, думаю, что все было рассчитано, что он проверил, что нет маны у Андайинга. Калькулийтед. Да, да, именно. А тут уже и год немножко вздыхает с облегчением, потому что это не было велитого опасного, агрессивного Андайинга в другую сторону карты. Он хотя бы немножко добивал крипов, потому что по крипам у года все печально, если у Йоку первое место по ласт хитам, это, собственно, 16 на 7, уже 17, то год довольствуется пятью крипами. Да, у года действительно неприятная история. Пожалуйста, маны сейчас не хватает у Тамплора Ассасина, даже на Refraction Melt в принципе не качал год. Ну, эфир продолжает его разминать. Как тут по бутылке? Что вообще за дела у Тамплора Ассасина? Знаешь, с пятью крипами, особо к бутылке не приложишься, знаешь. Действительно, не до бутылки. Ну, есть Святыня, к счастью, и с Анейком вместе с Гоном пополняют свои запасы, но от этого жизнью года легче не станет. Да, но знаешь, в то же время Тамплорг такой герой, которому, ну, если не задалось на линии, то он может свернуть в лес, ему можно там постакать эншентов с горем пополам, и механика камбэка, скажем так, у этого героя более-менее реализована. То есть он может восполнить все свои проблемы, но СФ, он абсолютно такой же герой. Он, выиграв линию, может потом свернуть в лес, и в итоге все равно нафармить в два раза больше, чем Тампларка. Да, и большинство все-таки экспертов склоняется, да и, в общем-то, практика показывает, что Тамплар Ассасин должна достаточно комфортно стоять линию против Шадоу Финда. Так, в принципе, в большинстве случаев и происходит. При примерно равных исполнителях Тамплар Ассасин обыгрывает Шадоу Финда все очень удобно, благодаря рефракшнеру. Ну, видишь, Дота, она уже давно, вернее, как мид в Доте, он давно уже перестал быть один-на-один противостоянием. Да, да. И вот эти вот матчапы соло-героев, они играют очень маленькую роль. Гораздо важнее, кто кому поможет, кто кого загангает, кто кого зазонит. Реально выигрывает Ноу Фир для своего мид-линира, да и вообще для команды своей выигрывает центральную линию. Он уже на гастроли поехал на верхнюю линию, гоняет здесь Сему. Но Сему руну все равно забирает. Да, как там низ поживает, Алоха Дэнс, я смотрю, держится уверенно за Йоку по пятам, 27-28 даже на 6 у Алохи. Маг, в общем-то, крипов-то особо не бьет, ну, по крайней мере, с Алоха Дэнс сравнивать не приходится. Но опыт свой у меня Найт получает. Его поставили в стоять в соло-линию, он нормально ее стоит, четвертый, почти пятый уровень. Хотя Луна не сильно-то и отстает. Знаешь, я себя поймала на мысли, что видеть Года в таком положении, позиции отстающего, как-то непривычно. Если брать какую-то статистику игр за разнообразные составы в последнее время, то наоборот, все как-то играли на него, помогали ему. А тут просто бросили бедную Темпларку на произвол судьбы. Вернее, как Санейко пытается помогать, но он просто не тянет против этого грозного Нофира на Андаинге. Так, внизу Мага, бьет Алха Дэнс, Мага глимсует назад, ставит Кенетик Фил, ну и Маг отсюда уходит, благодаря Репелу, может себе это позволить. Но Маны не остается. Есть, если что, Манга у Мага, но... Манга у Мага, прямо скороговорка для поклонников Доты 2. Манга у Мага. Для поклонников Манга у Мага. Разве что так, для них. Ну что, Йоко уже видно, что перефармливает очень плотно Года. Год хоть как-то приподнимается по Крипстату, но 34 на 18 разница весьма-весьма ощутимая. Йоко пошел в размен с Темплар Ассасин, пока в рефракшн, удары заходят. Ну все, Год с уровнем, с третьим рефракшном уже себя покомфортнее чувствует. Плюс Ноу Фир, наконец-то, ушел. Да, ты знаешь, мне кажется, это даже более мощный фактор здесь, что Ноу Фир наконец-то ушел. А уж там, знаешь, рефракшн, левел, это все такое, напускное. Ну это да, это верно, это верно. Ноу Фир ставит Апсерфвард в сложную линию команды Вега-Сквадрон, чтобы, если что, зайти где-то в спину. Дитяра было бы не лишним. А на боте стычка, кстати, происходит моментально, просто лопается Бигнум, не успевает ничего толком дать. Три героя его забирают. И, кстати, львиную долю урона наносит здесь именно хил Умни Найта. Вот тебе и защитный герой. Ну там много дезераптера, это ему надо, бедняжки. Конечно, в него просто по удару сбросили. Из Темплара Сассин, я смотрю, сильно проседает, где это год так понаподставился. Это, это, это Шадоу Финдаш. Это просто, по-моему, возвращение Нофира сейчас было какое-то. Похоже, похоже на то. Вынуждена Темпларка идти на базу, регениться. Даже нет смысла боттл, там, курьера как-то использовать, потому что, ну, не с руки. Надо возвращаться, пополнять бутылку, пополнять запасы здоровья и полный возвращаться на линию. Пятый уровень у года, и уже седьмой поднимает Йоку. В принципе, вот то, о чем я говорила, что там, растолкав линию, он, герой спокойно отходит в лес, и там еще забирает пачку за пачкой. СФ, конечно, должен быть, я думаю, во всей красе в этой игре. Вы же знаете, что уже СФ такой парень, его частенько берут, но его легко довольно задоминировать на линии без должной опеки. А тут он обеку как раз получил и, по идее, должен раздавать неплохо. Да, близится Пауэр Трэдс, у него герой уплотняется, герой уже третий Некромастер. Я их Шэдоу Рейдс в приоритет взял Шэдоу Финд. Четверку уже выкачал, так что все пока неплохо. Андаинг, единственный момент с Ноу Фиром, что пока он занимался этими походами по линиям, вардингам, Андаинг потерял в опыте. Он по-прежнему третьего уровня. Тут, конечно, для сравнения ее с Пирит третьего уровня, но причем Санейка сейчас уже четвертый берет. А Ноу Фир за всеми этими прогулками немножко без опыта оставался. Так что есть в этом некий минус. Это издержки производства, тем более сейчас Йоко отходил фармить лес, Йоко ушел в Регеницы, и Ноу Фир, собственно, занял мид. Спокойно получит опыт. Из интереса даже прокликало САПов в Веге. Ну, четвертый уровень они. И, собственно, вот догнал их Ноу Фир с четвертым. Так что, можно сказать, реабилитировался. Да, Шадоу Финт, конечно, равных себе не знает. Уже восьмой забирает Йоку. Некромастрив в четыре. Будет разгоняться. У него близится Пауэр Трэдс, у него, возможно, следится. Здесь Автер Лайфа на боте будет проблема. Он прилетел, у него пытается напасть Дитяра, но Автер Лайф умело джукует, вовремя прожимает свой фаерфлай и уходит. А Дитяра пытался Север Чейнс еще использовать, не достал. Не самая удачная ротация получилась для Дитяры, хотел, знаешь, пройти на линию, прям сразу скилла начать, но придется просто пока пофармить. Так, а как там Автер Лайф, как у него положение по золоту? 520 монет, Автер Лайф это долговато еще, до Даггера фармить. А на верхней линии забирают тем временем Санейка. Знаешь, уже дело техники, третий глимпс, если ты хоть немножко загулял, хоть немножко вот нарушил свою позицию, тебя уже будут возвращать и убивать. Сема Заслеера тоже, по-моему, эта же история ожидает. Сюда идет телепорт от Эр Спирита. Сюда можно поработать дамаг, так же подкатывается. Санейка поймал Луну, вкатывается в нее и не должны отпускать Луну отсюда, хватит ли урона? Нет. Хватает. Нет, не хватает? Да ладно. Нет, не хватает, там просто влетел хил от Даззла и просто вот... Немножко. Это была полоска ХП, которую невозможно зафиксировать невооруженным глазом. Была бы у нас какая-то глупая какая-то здесь, я не знаю, ли микроскоп, мы бы увидели. Но так просто, невозможно заметить. Да, еле-еле Луна спаслась, но это очень качественно для команды Фрэнс. На самом деле должны были терять свой мейнкерри, так что неплохо Алоха отработал в данной ситуации. Алоха неплохо. Да. Почти как манга на магии. Автерлайф. Знаешь, я обратила внимание на то, что Автерлайф переместился с верхней линии на нижнюю, и тут же смотрю, перемещаются дитяры. Они, видимо, хотели друг от друга расвапаться линиями, куда-то уйти, отдохнуть, но нет, не судьба. Да, возвращаются дитяры. У него, кстати, есть уже Вейл. Играет он поэтому, знаешь, уже не то чтобы новому, но все еще модному билду. Поймали Йоку в центральной линии. Старик штурм под ноги, Йоку. Ну, Йоку, в принципе, в безопасности здесь стоит. Притягивает еще и Templar Assassin, она, естественно, под глифом, но... Шалу Греевом, конечно же, и... Под глифом. Глифуй, Ланаю. Глифуй. Ох, пытается укатиться с Анейкой, но это ему не удается. Слишком болезненная тычка прилетает от Йоку. И Йоку в этой игре будет делать первым слотом Silver Age. Обратите внимание. В принципе, есть пассивки, которые неплохо бы вырубать. Да, да, способности достаточно хороших, полезных. Причем, та же Templar Assassin очень как-то куца начинает выглядеть с вырубленной пассивкой. И если мы говорим о Мни Найте, тоже Дигенаура неприятная. Ну так, в целом, опять же, Silver Age соберет, не соберет, это еще вопрос. У нас очень часто обманывают комментаторов и зрителей, игроки. Бросят в быстрые покупки одну... Возможно, он просто хочет купить Лотар, просто закинул себе целый Silver Age. Потому что, да, неоднократно мы видели. Берется, например, Shadow Blade, потом покупается Dragonlance, Hurricane Pike из него рисуется. Если доминирование какое-то, Даггер появляется. Это просто, знаешь, новый уровень троллинга. Я вот вспоминаю времена, я не знаю, по идее, это уже... Эту болезнь мы пережили. Я помню, как Лилл постоянно выбрасывал вещи в конце игры просто. Разве пережили? Я говорю, я не знаю. И шесть манго, да, если не ошибаюсь, Лилл покупал? Ну, это не шутка, по-моему, он покупал шесть манго. Ну, вот шесть манго, это вроде была такая одноразовая... Ну, короче, не постоянная акция. В выбрасывании вещей было постоянной акцией. Так что, да, игроки на что только не пойдут, чтобы исказить наше с вами представление об игре. Остаться в истории, я бы это так назвал. Ну, у всех свои методы. Так, мы понимаем, что Год возвращается на центральную линию. Сюда уже подходит Шадоуфинт и, конечно же, Ноуфир. Сладкая парочка. Шадоуфинт плюс Андаинг. Год уже стоит немного поуверенней. У него до даггера менее тысячи остается. В целом, с уровнем Темплар Ассасин как-то поприятнее стало стоять. То есть, Ноуфир уже сейчас толком ничего Темплар Ассасин не делает. И перемещение от команды Вега-Сквадро. Активизируется Йоку. Поймал булыжник. Вот Санейка и Руна все равно появилась. Не здесь Руна появилась. Ох, и Сёма встревает. А, здесь, здесь. И там продолжается драка, да. Дитяр должен уходить здесь. Вроде бы нет ресурсов его никак... Складить, да. Именно так. Так как-то странно даже. СНГ-коллективы играют. У нас 12,5 минут прошло. И всего лишь 6 убийц. Да, слушай, удивительно. Видимо, очень уж хотят эти СНГ-коллективы пробиться в старт-серию. Поэтому приходится жертвовать экшеном. Да, ну и опять же, если откровенными быть, тот же Бэтрайдер даггера до сих пор нет. У Автолайфа еще порядка 700 монет остается Бэтрайдеру до покупки этого артефакта. Что так особой инициации и не нарисуешь от команды Фрэнс. Все равно все это будет строиться с него. Ну да. Одного из главных персонажей. В принципе, мы на стадии драфта это обсуждали. То, что опций инициации не так уж много. Бэтрайдер одна из них. Драка образуется на боте. Здесь Тамба моментально умирает на эфир. И за ним, собственно, Тамба тоже будет умирать. И остальные игроки команды Фрэнс просто уходят. Не хотят здесь драться, потому что ресурсов особо нет. А, сатира еще забирают как бонус. Ох, сатир. Изверги. Маленького беззащитного сатира. С 1400 единиц здоровья. Тамбларка об этом просто мечтает. Так, ну, угоду дела. Смотри, как хорошо пошли. Оставил его в покое Йоку. Уже Тамблорассасин. Покупает себе даггер. Вот-вот, через секунду буквально. Есть пауэртретс, есть даггер. Как же ты читаешь игру прям? Через секунду покупает, а он покупает. Хорошо, да. Я просто за ним смотрел. А так, в принципе. Нет, я тоже смотрела за ним, и поэтому восхитилась твоим навыком предвидения. Йоку перемещается вверх. Подпушивает в верхнюю линию. Йоку уходит в инвиз. Купил себе Shadow Blade. Сейчас будет дитяра. Он ждет динайя? Ааа, да. Хорош. У нас хит отушил. Да, сильно. Дитяра тут немножечко не доиграл в какой-то момент. Ну, может, не ожидал такой игру от Йоку. Не ожидал. Ну, смотри, вот сейчас мы узнаем, будет ли Йоку грейдить себе Silver Age или останется с Shadow Blade. Вот интрига будет. Раскрыта. Вот и Сема. Все очень просто. Блэк Кимбар. Сема попадает прямиком в статик шторм и умирает. Да, это вообще идеальное пространство, вот эти сборки и отмена. Идеальное пространство для вот этого мема локального, но это не точно, которое называется. Да, да, да. Вроде бы БКБ, но это тоже не точно. Еще пока непонятно. Нет, ну ты знаешь, я вот смотрю на тот сетап, который есть у Веги. Я думаю, что БКБ неплохо против него должно функционировать, потому что если герой в БКБ, его тут нечем удерживать, нечем вообще цеплять, нечем ему портить жизнь. Ну, в принципе, да. В принципе, да. По большому счету добираться до него кто может? Эмбер Спирит разве что? Эмбер Спирит. Ну, есть Темплар Ассасин, которая ворвется и нормально навалит. Но БКБ, опять же, и не только дает неуязвимость магии, еще и какую-то выживаемость дополнительную. Жирок. Да, здоровье. Естественно, все это тоже уместно. И в любом случае Шадоу Финду это требуется. Без БКБ Шадоу Финд не Шадоу Финд. В редких случаях мы видим его без этого артефакта, только для доминирования такое, что там у тебя вариант собрать, что БКБ или Сатаник. БКБ или Сатаник. Уже после стадии собранного. Ты знаешь, мы недавно видели в всей регионе Лайфстилера, который собрал себе ПТ и Рапиру. О, я слышал об этой истории. Ой, даже знаю, кто тебе рассказал. Да, тот, кто это видел с тобой. Ну, в общем, интембилды разные бывают, поэтому да. Ну, не настолько разные, они прям бывают. Ну, случается, конечно, да. Это не типичная история. Собираются, я так понимаю, под дымок команда Фрэнс. Смоук есть у Андаинга. Сейчас он, наконец-то, начнет работать. Нет, нет. Вот все. Прошли эти 6 секунд заветных перекладки из рюкзака. И выдвигаются на нижнюю линию. Готт, он появлялся на карте. И проходят по, кстати, по скану. Ох. И посмотрите, Вега тут же отходит в сторону. И прекрасно понимает, что они могут беспрепятственно толкать верхнюю линию. Потому что вражеская команда где-то в их лесу. Да, это Мурасасин. Еще и под ноги команда Фрэнс поставила ловушку. Вот. Неприятная ситуация. Только вот Готт здесь ошибиться. Пока Автолайф не долетает на даггере. И все, не решился. За годом потеряли его из виду. И потеряли вышку заодно на верхней линии. Да, это верно. Готт забирает себе руну хосты. Идут по нижней линии Фрэнс. Будут пытаться сносить Т2. Очевидно, что провоцировать на драку команду Фрэнс. Команду Вега Складрон. Потому что у Фрэнс есть даггер. У них Бэтрайдер давным-давно ждет свою цель, свою жертву. Урона у Йоку тоже предостаточно. Бигнум с ультимейтом. Короче говоря, все откатилось у друзей. Хочется подраться, безусловно. Ну, ровно как и команда Вега Складрон. Почему-то в драке, мне кажется, Фрэнс все-таки поувереннее смотрится. Да, я думаю, если мы откроем графики сейчас, то убедимся в том, что перифарм внушительный для данной минуты есть у Фрэнс. Практически 7500. Вот немножечко-немножко они сейчас на спад пошли. И драться в Веге нельзя, они это понимают. Бэтрайдер в центре на Года. Хотел выскочить на Года. В итоге Год сам на даггере инициировал в Бигнума. Бигнум погибает от рук Года. И на хосте уходит отсюда Темплар Ассасин. В итоге кто кого инициировал. Сема Зе Слеер, наверное, здесь подставится. Если что, маг пытается спасти. Прыгает Бэтрайдер, забирает Омни Найт. И Сема Зе Слеер улетает отсюда. Да, и мага, наверное, не отпустят. Погоня дальше за ним. Маг бежит. У него, если что, есть Юрификейшн. Но вряд ли его отсюда отпустят. Спадает с него Репел. Ну и, конечно же, стики напал. Мага замедляет. Тики на ауру не так работает. Видишь, до последнего он бежал. До последнего пытался выживать. Тратил свой хил. Да, Год хорошо так разминает вышку. Но самостоятельно трудно это делать. Пока еще нет Дезолятора. 400 монет остается. Мидер у команды к складу. Как же они пингуют всей командой на Года. И Год, по всей видимости, уходить не будет здесь. Его огнем суют. Ой, неприятность. Ставят этот шторм. Немножко урона от Бигнума. Возможно, заигрался Год. Потому что в тот момент, когда умер уже маг на миде. Стоило понимать, что враги пойдут. Ну, куда им еще пойти? Конечно, они пойдут к нему. Да, да, да. По-хорошему, узнал бы Год, где конкретно находится команда Фрэнс. Либо вспомнил бы, где они будут находиться. В кусты отправился бы и улетел на телепорте. Но не тут-то было. В итоге Фрэнс делает еще один фраг. И еще выше делает свое доминирование. То есть уже где-то за 7,5 сейчас перевалят графики в пользу стороны Дайер. Хорошо. Все достаточно. Две первые уверенные позиции в виде Алоха Дэнс и в виде Йоку. Это Луна и Шадоу Финт, соответственно. И пока немножко Год отстает. Ну, как немножко. Прилично отстает. Я уже о Эмбер Спирите молчу. Фрэнс доминирует не только по Нетворсу, не только по количеству киллов. Но и обратим внимание на их вардинг. Который... Вот у них еще вардинг очень хороший был во вражеском лесу. Который то ли сейчас... Да, который задевардили. А так у них, понимаешь, вот... Просто подобно щупальцам красным их варды проникали на вражескую территорию. В то время как Вега вынуждена довольствоваться защитным виженом. Только вот в своем лесу у них стоит вард. Причем тут война еще и сентряков была везде. Везде сентриварды. Везде. Пытались, естественно, на вижен соперника убрать. Отчасти. Тут еще инвизоры же есть. Есть СФ, в котором Валатар в кармане. Есть Ланайо, который мэлт в скиллбилде. И с этим тоже нужно как-то бороться. Год опять самостоятельно толкает верхнюю линию. Правда, есть рядом Макда и Санэйка на случай выхода по Году. Ну, Автолайв на позиции. Самостоятельно, конечно, он не убивает Году. Он это прекрасно понимает. Но в случае чего, наверное, еще и какие-то телепорты последуют на Т2. Автолайв ждет позиции. Понятия не имеет наверняка, что рядом находится Кмадвега Складрон. Он уже готов катываться с Санэйка. Попадает по Бэтрайдеру камнем. Приходит сюда Йоку. Йоку в невидимости под Санэйка. Йоку выходит из инвиза. Не использовал Requiem of Soul. У него маны на это нет. Но есть, если что, Magic Wand можно использовать и дать Requiem of Soul. Хотя этих ребят, которых они вернули, и ручками можно разбить. В итоге ультимейт даже не потратил Йоку. Не ультимейт, ни Блэкинг Барт не поражал. Драка выиграна Friends. Причем выиграна очень легко. Зато Тэмпларку спасли. Стоило оно того. Но это спасение рядового Райна. Райна спасли, если ты помнишь этот фильм. А все остальные погибли. Спасибо Райну за это. А кто-то, может быть, не видел. А ты заспойлерил. А, точно. Очень корректно, очень красиво. До них в семнадцатом году не посмотрели этот фильм. Я, к слову, в конце шестнадцатого посмотрел этот фильм первый раз в жизни. Теперь можешь унижать людей. А люди, может быть, некоторые, они, может быть, не доросли еще до этого фильма. И, может быть, они 10 лет. Ну, а как я буду аллюзию проводить тогда, если они не смотрели? Готовиться надо к эфирам. Да, ну что, год действительно ушел. Потыкались в Рошан этим временем, Friends, но решили нет. Все-таки решили отойти. Потому что у них пока есть не все ресурсы. У них пока нет ультимейта, по-моему, да. Нет ультимейта Дезераптора, нет Лассо. Но сейчас все это откатится. И, значит, Friends будут готовы к очередному пушу. Все в вардах. Сентри, варды, Рэдди, Дайер. Все стороны расставили здесь Вижен. Правда, пропадает. Сентри, варды сейчас команды Friends здесь. Ну, в принципе, не нужен, в общем-то. Потому что, смотри, сыпется Рошан под минус броней, которую дает, например, Рассасим. У нее есть изолятор, конечно, из Молдата. Понижение брони. Ну, и Роха падает. Падает достаточно быстро. Вот зашли Friends на Рошана, постеснялись забрать. И мы видим, чем это все кончилось. Да, могли бы, конечно, здесь посражаться до поры до времени. Все-таки есть Undying. Под Том Стоуном удачно можно подраться. Black King Bar в Шадоффе, да, все так же актуально. Но можно было бы ультимейт дать туда. Но проворонили этот момент. Алоха Дэнс толкает центральную линию. Взял с собой Кобальда Бригадира. Скорость бега у Алоха Дэнса в 463. Да, у него еще манта стайл есть. Бегает, в принципе, Алоха Дэнс. Прилично так. Толкает центральный лайн. Пока никто не подходит. Но на позиции есть Ember Spirit. Вот уже знаешь, вега реально в таком щекотливом положении. С одной стороны у них есть Айенгис. И вроде бы хочется его реализовать. Хочется подраться даже с врагом, у которого есть преимущество. С другой стороны, у врага мало того, что по умолчанию преимущество в драке. Ну, потому что такие герои. Так еще и нереальный перефарм посла там. То есть там просто вот... Вот что ты делаешь, думаю, сэф? Он нажимает БКБ, делает все, что хочет. Да, в принципе, можем посмотреть слоты команды одной и другой. Тем более паузер располагает к этому. Да, ну и видим, что у коллектива Фрэнс все по серьезным артефактам. Так точно, перевес. Тут еще и Шадоу Финк, я так понимаю, на руках. Нормально у него... Да, у него в тайнике уже есть Яша, рецепт на Монтостайл. И осталось только Алтимейтор приобрести. И что касается Алоха Дэнса, то тоже с подарочком. Он помимо тех артефактов, которые у него есть, еще тысяча золота сверху. Вообще по фарму, конечно, это все чувствуется и видится. Но со стороны команды Вега Сквадрон, в частности, Эмбер Спирит, пока без артефактов весомых. У него Вейл оф Дискорд, в Бутс оф Тревел все. На этом остановился. Я думаю, что мы можем увидеть здесь, конечно, сборку через Радианс. Потому как физдепейсеры достаточно такие серьезные у команды Фрэнс. Где-то уклоняться, уворачиваться. Даже больше радиоворотов полезен этот артефакт. Ну и плюс сплитить помогает уверенно. А на сплитпуш, Эмбер Спирит точно нацелен. Видимо, у него в Этембел Диан находится Бутс оф Тревел. Так что Дитяра явно что-то промышляет. Ну и плюс ничего не тратит. Что-то хотел бы Парище купить. Уже бы, наверное, свои 2200 на что-то да потратил бы. Может быть. А может быть, видя ситуацию на карте, уже на столь ранней минуте бережет байбек. Потому что, ну, Фрэнс нереально в такой кондиции, что если не поймают Вегу на ошибки, они могут забирать в сторону. Закончить игру не получится, конечно. Но ох, окружают здесь Дитяру на нижней линии. А там в это время на Алоха Дэнса выходят, и Вега должны получать информацию об этом. Да, Дитяра забирают, и сразу же выход на Алоха. Вот Вега Сквадрон вверху. Камень залетает по Луне. Ну, Луну, скорее всего, здесь заберут. Конечно, Алоха Дэнс. Вариантов уйти отсюда в живых никаких. Алоха Дэнс использует Манда Стайл. Есть Эклипс. Алоха Дэнс понимает, что ничего же с толком не сделать. Хотя, опять же, использовав Эклипс, может, кого-то с собой бы забрал. Может быть, стоило ему разультиться. Видишь, там в чем дело. Это нам все с тобой видно. А там же деревья и кусты, и Вижен постоянно пропадает на врагов. Ну, эти ж пацаны бьют его палками. Где-то-то появляется. Один появился, как впитал в себя Эклипса. Так что там в любом случае какой-то фраг мог бы забрать. Понимаешь, как появился, так и отошел. Я не думаю, что они бездумно бы били его с руки. Ну, может быть. Может быть. Но тоже, когда за деревом стоишь, нет-нет, да и попадет Эклипс. Кто-то да появляется. С другой стороны, возможно, Фрэнс понимает, что нет смысла тратить ультимейт-кор героя. Можно сейчас просто резнуться и принимать активные действия. Кстати, по поводу Вижена. Тут же кирпич залетел. Тут почище стало пространство. Вроде и в деревьях. Но я вот сейчас посматриваю, если обратишь внимание, там, где убивали Аоха Дэнса. Там камень от Спирита нормально так поломал. Что тут драка. Бигдум тут половину просто игры провел в засаде на... Ну, не в половину, а просто время от времени в засаде сидит на нижней линии. Вот недалеко от базы Веги. И просто наконец-то вы поймали там. Временем драка, да. Так, и Андаинка забирают вверху. Файт в лесу коллектива Фрэнс. Йоку наконец-то вносит нормальное количество урона. Маг включает Гвардиан Энджел. Расходится вся команда. И Эклипс для этого из ситуации явно Капила Лорха Дэнс выбивает Эгу. Йоку есть Реквим оф Сол. Успеет ли дать его? Ну и успевает. Ворваться в итоге Санейка и остановить Йоку. Йоку наконец-то включает Блэкинг Бар. По Году настреливает. Год погибает в этой драке. Эмбер Спирит влетает сюда. Тут же отваливается и пытаются добить еще и пятого героя Санейка. Успеет ли вкастовать телепорт? Да, удается. Ну, шикарная дака для Фрэнс. Просто вот какой же огромный вот этот кусок здоровья просто отлетел от Эмбер Спирита. Вот последняя самая тычка, которую его добил Эсэф. Урон, конечно, нереальный у Эсэфа. 5-158. И понимаешь, вот сейчас Эсэф на такой кондиции, что он не только с руки много урона вносит, но и магического урона он просто уйму вносит. Потому что у его соперников нет БКБ. Он просто вот никуда не деться. Да, одним реплентом ты не спасешься. И Алуха Дэнс, обрати внимание, аналогичная ситуация. Только был использован Гвардия Нэнджел, сразу же последовал Эклипс от Луны. И на пару с Шадоу Финдомом они выписали много урона. В целом на двух героев они 8500 залили урона в своих врагов. Никто больше ничего не сделал. Я там смотрел, Андаинг внес 78 единиц урона. Ну видишь, он справедливости ради, он сразу умер и сразу разбили Тамбу. Так что зомбачки покусались немножко и все. Да-да, сам не бил, толком дикей не давал. Никакого захила по партнерам, по команде. Но справились. Этот перефарм на аккор персонажах. Сейчас посмотрим еще раз на Этворсы. На них и останемся. Что это я вешу действительно на каких-то других показателях. 16800 у Йоку. И для сравнения год всего лишь 12000. Это даже полтора слота. Это даже не один, а полтора слота. И Йоку выходит в сильный физический урон. Планируют Кирасу себе покупать. Но это только так. В перспективе. Пока еще не ясно. Может Йоку и что другое подсоберет. Например, Сильвер Эдж себе дотарит, чтобы из-за низа пострашнее бить. И тут просто я открыл графики. И они меня пугают. Это 15000 перефарма по опыту. И практически уже что уж там. Практически. Да, там 12 с половиной. Я думаю не с горами те же 15. Если сейчас Фрэнс какую-то ошибку грубую не совершат. Да, пожалуй, в центре. Детяра отпушивает тут иллюзии. Луны. Вообще этот пуш потенциал достаточно высокий у команды Фрэнс. Йоку много урона по товарам. Конечно же Луна много урона по товарам. Плюс у них есть Монта Стайл. Нам Шадоу Финт не нужен. Играем без него. Играем просто через артефакт в стиле Шадоу Демон. Шадоу Финт им нужен. Я же думаю, как же Шадоу Финт не нужен? Топ один из ворс. Вроде парень старается изо всех сил. Смотри, он Кирасу на команду собирает. А ты вот так про него. Алоха Дэнс в Соляного тащит. Ты знаешь его. Не нужен Шадоу Финт. Сам затащил. Ну да, без СФ. Это понятно, просто оговорка. Так что забыли. Ну что, Алоха Дэнс вместе со всей командой по верхней линии готов толкать. Есть еще Тавр. Есть с чем разбираться Фрэнс. Как, конечно, Перефарм. И достаточно планомерное давление от коллектива Фрэнс. Видно, что они играют как-то поувереннее, постабильнее. И герои у них сейчас выглядят гораздо увереннее. Да и драка 5 на 5 показала, что Фрэнс мощнее. Даже несмотря на то, что Вега Сквадрон были с Аэгой. Ну вот знаешь, у меня не покидает чувство то, что Фрэнс, они как-то потеряли темп. Вот до этого они как-то жестче свое преимущество наращивали. И жестче его демонстрировали. А сейчас их попушили. Я вижу там что-то какая-то стычка. Проблемы здесь. У Нофира. Быстро приседать по здоровью. Но мы тут глимер кей. Дальше за ним просветка. И Нофир, конечно, не будет умирать здесь. Тамбул перед смертью поставил. Но это по дефолту действует. Ноуфир. Уже бонусный крип такой, знаешь, толстенький для оппонентов. Да, Дитяра все-таки будет покупать себе Радианс. Уже видно в быстрых покупках. Во-первых, во-вторых, 4600 есть у Дитяра. А Сакрид Релик можно уже приобрести. Ну видишь, я думаю, что это какой-то... Ну реально, либо он бережет байбэк. Хотя мне уже не кажется, что это необходимо. Потому что Вега более-менее, знаешь, огрызается, скажем так, скалит зубы в ответ на атаки Фрэнс. Поэтому думаю, что он просто ждет там, когда он сможет полный рецепт купить. Купил Сакрид Релик, положил в рюкзак. Но, в принципе, тут копейки остаются до рецепта. Подтолкнул нижнюю линию. Тем временем Шадоу Финд уходит. Из Йоку. Назад. У Йоку, если что, остается 800 золота до покупки Керасы. Так что дела превосходные. Тут у команды Фрэнс. Они еще уплотнятся от физического урона команды Вега Сквадрон. То есть Смоук готовы сражаться. И да, прямиком идут к вражескому светилю. Еще только здесь уже никого нет. Все уже отошли. Разве что Сема рискует встрять. Но хотят ли... Видишь, они, по-моему, даже не хотят на Сему открываться особо. Да, да. Не хотелось бы Смоук валить. Тут поприятнее. А здесь есть варды, кстати. Видят дитяра. И Бигнум глимсует дитяра. Ну, видишь, он, видимо, рассчитывал на то, что он где-то здесь фармил. Он, наоборот, его поближе глимсанет. Но нет. Да, в итоге такая медвежья услуга для своей команды оказалась. Ну, ладно. Есть вариант для Фрэнс подойти и забрать Т2. Вверху останется в центре еще одна Т2. Вышка пока что глимс был использован. Вега Сквадрон. Но они не особо-то защищают. Я смотрю. Толкают центральную линию. Ну, просто ушли. Просто ушли. Забрали, ушли. Фрэнс очень стабильно выглядит. Как-то не СНГшно, что ли. Как под фонтан, как трон. Т4, в конце концов, стоят еще. Как можно жить, когда Т4 у соперника стоят? Ты знаешь, я себе одного Магнуса видела, прям на фонтан набежал. Типичный СНГшный игрок. Ошибка от Бигнума. Просто переключился посмотреть и увидел несколько фейлов от Бигнума. Статик Шторм в чистом поле ты увидел, да? Да, Кенетик Филд, который не зацепил Эмбер Спирит. Он просто ушел. Просто ушел. Ты знаешь, сейчас игра в такую интересную фазу переходит, когда настоящие такие майндгеймс начинаются, игры разума. И уже макро-решения, они перевешивают такие вот невнятные статик Штормы, например, посреди реки. Ну, я бы даже к макро-решениям внятные статик Шторм относил бы все-таки. Да, ты думаешь? Для Драки, я думаю, да, он полезен. Хороший Кенетик Филд, хороший статик Шторм. Ну, какое-то время, конечно, Драко у Фрэнс будет уязвима, безусловно. Но они вроде как не особо хотят драться. Отходят к своей святыне. Пока ждут момента. Ну и знали, что потрачен статик Шторм, и Вега получает зеленый свет, чтобы зайти на Рошана. Отходит Вожак Волков, который Алоха Денсу принадлежит. Сад уже погибает Вожак Волков, который Алоха Денсу принадлежит. Ну и там был поставил Ноу Фир. Обычно он умирает после этого, но пока живет. Глимс назад, Дитяра возвращают. Дитяра под Родианцем. Ну, не так-то просто его пробивать. Улетает отсюда Дитяра, Бэтрайдер. Схватила очень быстро минус 0 и Дазла. И Рошана вроде как Фрэнс отжимают у своих оппонентов. Да, все. Драться не вариант в команде Вега Сквадрон. Без Дазла неудобно. Да и, в общем-то, Гвардиан Энджел был потрачен. Практика показала, что и с Дазлом было сейчас не сильно хорошо. Это верно. Действительно, прожимается Гвардиан Энджел. Есть уйма магического урона у Фрэнс. Не знаю, там, нажимает Эмпер свой щит. Ничего, есть куча физики. Какие его пробивают без труда? Непонятно, как драться в Веге сейчас. То есть им нужно реально наращивать преимущество по каким-то артефактам. Я не знаю, что-то на сейв собирать. Как-то усилять себя в драке. Армор свой бустить. Ну, вот сейчас просто никак они не могут. Мы это только что видели. Да, я какое-то время не получалось наблюдать у меня за СНГ сценой. Я смотрю, тут Дефюжил Блейд собирает Луна. А, ну, все понятно. Все понятно, Гвардиан Энджел, который надо снимать. Не хочу больше. Вдруг дадут Гвардиан Энджел, у меня ультимейт в кулдау. Да, да, да. Это уже 12-й час стрима меня подплавливает. Конечно, здесь он не знает. Куда тут без диффузов. Ну, видишь, ты сам себя вовремя исправил, поэтому не считается даже зашит. Что-то Финда вроде бы поймали. Клинетик Филтон отходит, дает Фрэнс. Центральную линию забрали без проблем. Бэтрайдер взлетел, готов. Гот так хорошо блинканулся, но Климер спас. А вот самого Года спасти некому. Все горит, все взрывается. Два ультимейт дает Луна. Два БКБ также прожимает коллектив Фрэнс. И, в принципе, возвращает еще Эмбер Спирита Статик Шторм. Вот, в принципе, это решение Статик Шторм. Вот Клинетик Филт, под Глинс. Минус Эмбер Спирит. Фрэнс. Как-то все так получилось просто, знаешь, медленно и уверенно. Как на катке переезжали команду Фрэнс. Очень. Не спешно, ошибка за ошибкой Вега Складрон. Какие-то минусы можно в драфте, я думаю, наверное, упомянуть. Да и в целом, агрессивно действовали Фрэнс по центральной линии. И видим, что СФ отрывается на невероятной высоты. Да, и останавливать его было, по сути, нечем. Потому что, как мы видели, керри команды Вега, он тоже каким-то высоким нетворцем похвастаться не мог. Да, да, да. Если по статистике пройтись, то понятно, что перефарм перефармом. Сразу покажем графики, потому что под конец мы не наблюдали. До двадцатки опускаются графики в пользу коллектива Фрэнс. Да. Ну и по личной статистике Йоку вот как стартанул, так Йоку и заканчивал эту игру. 9-0-5 идет мидер коллектива Фрэнс. Особо так не почувствовал своих оппонентов. 5-1-9. Ну и что касается года, 3-4 не очень хороший показатель. Да и дитяра. Не то, что не блистал. На самом деле все это выглядело достаточно скудно. Ну, видишь, на мой взгляд, тут как раз именно упирается все по большей части в драфт. То, что линии сильнее вышли, во-первых. И потом просто за счет того, что тот драфт, который был у Фрэнс, располагал к дракам, к замесам. Они не отпустили свое преимущество со стадией лейнинга. И, собственно, мы увидели то, что увидели. Они просто, как ты верно отметил, катком планомерно закончили игру и все реализовали. Да, причем если посмотреть на графики, вот как Shadow Fiend начал доминировать вместе с Луной. Вот обратите внимание, просто графики движутся. И первые две позиции не меняются, только увеличивается расстояние от Templar Assassin до того же Shadow Fiend. Немножко друг с другом в конце поспорили. Алоха Дэнс Йоку. Но я думаю, это только на руку команде Фрэнс. Конкуренция внутри одного коллектива рождает повышенное качество. Ну что, я думаю, в принципе, по этой игре мы разобрались. Пока Фрэнс выглядели сильнее. Но мы же понимаем, что по составу Vega Squadron нисколько не слабее. Фрэнс исполнители очень сильные. Тут могла просто небольшая ошибка, недодумка в драфте сыграть роль. Поэтому, кто знает, может быть, новый пик принесет новые успехи именно в Веге. Но мы это узнаем только после небольшого перерыва на второй карте. Далеко не уходите. Е-гейминг-бетс. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай. Экспресс-сценаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и банды команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГБ. Ты точно знаешь, кто победит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА